Разноцветный фетр, нитки, иголка, тесьма, немного терпения и фантазии. Таков рецепт изготовления органайзера для мелочей, который предстояло сделать юным посетителям Центральной библиотеки на мастер-классе от Квилпс-клуба МБУ «Энергия». Может висеть в ванной ваша личная расчесочка и ваши заколочки над письменным столом. В качестве декора – контрастные нитки и деревянная лошадка. Последнюю ребятам предложили расписать красками и глиттером. Лошадка будет расписана, постараемся расписать в технике городец. Много мелких деталек у них будет, ниточка, иголочка. Они будут немножечко шить, будут немножечко клеить. Это все работа мелкой моторики. Ведновчанка Марина Гуреева привела на мастер-класс трех своих дочерей – Арину, Варвару и Маргариту. А те захватили своих подружек. Почаще бы. Очень полезно. Мы сегодня спонтанно собрались и рады, что пришли. Ну, а дети ваши как? Вы видите, справляются или там еще нужно подтянуть? Справляются, шьют. Многие юные участницы мастер-класса, как оказалось, совсем не новички в рукоделии. Тем не менее, не упускают возможности поучиться и смастерить что-то новое и необычное. Мне шить понравилось. А ты когда-нибудь шила? Игрушку шила один раз летом кота. А как тебе работает со сфетром? Ты вот первый раз или уже работала? Да. Ну, впервые, наверное. Первый раз, да? Да. Ну и что можно сказать? Можешь сказать? Ну, если он тонкий, то с ним удобно работать. А если твердый, то сложно. С сестрой на шитье ходим и одежду будем скоро шить. На сестра пока что игрушечки шьет. А ты? Я уже много сшила, я подняла взрослая. Такие мастер-классы в библиотеке – отличная возможность не только смастерить полезный аксессуар для дома, но и познакомиться с деятельностью квилд-клуба МБУ «Энергия». На занятиях ребята занимаются бисероплетением, лоскутным шитьем, работой с фетром, художественной росписью и декупажем, вяжут и делают народные куклы. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.